Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня мы познакомимся с вами в программе с одним интересным проектом, который реализуется воспитанниками технопарка. Что это за проект? Поверьте, вам будет крайне интересно узнать его суть. Нам сегодня расскажет руководитель мобильного технопарка Кванториум 28 Денис Хрущев и воспитанник технопарка Лев Корсаков. Здравствуйте, Лев! Здравствуйте, Денис! Рад вас приветствовать! И вот это вот маленькое устройство, которое лежит у нас на столе, мы, собственно, про него сейчас и будем рассказывать. Во-первых, Денис, сколько ребят работали над проектом и вообще в рамках чего у вас появился новый проект? Из-за чего? Давайте так предоставим. Я стараюсь с своими ребятами в проектах заниматься именно потенциально необходимыми проектами, которые можно в принципе реализовать, которые могут помочь людям в каких-то сложных ситуациях. И один из них, этот проект как раз называется «Карточки», направлен на то, чтобы помочь парализованным людям общаться с внешним миром. Абсолютно парализованный человек не может полноценно высказать, то есть передать свои мысли, свои эмоции собеседнику, ну, внешнему миру и, соответственно, не может получить ответную реакцию, которую бы он хотел иметь. Самое простое – свои какие-то потребности высказать. И те, кто его окружает, сопутствуют в жизни, они могут только домысливать, но не полноценно осознавать, что бы хотел услышать человек. Соответственно, у человека идёт развитие в том, чтобы номинально понять друг друга, высказать какие-то потребности простые. Хотя бы вот элементарно, да я хочу пить. Да, пить, есть, хочу спать, хочу включить и выключить свет, ну, такие вещи простые. И в этом рамках человек, получается, развивается и живёт. Наша система направлена на то, чтобы дать полноценную возможность передать мысли свои собеседнику. Если человек полностью парализован, то у него нет возможности вот как информационно передать это. И система с помощью глаз, ну, человек видит, единственное, что у него остаётся, функциональность – это его глаза, которыми он может видеть мир внешний. Ну, и в данном случае с помощью нашего проекта, с которым ребята работают, человек сможет глазами набирать информацию, которую он хотел передать. Так, Лев, расскажи, пожалуйста, ты, во сколько человек работает над проектом? Над проектом в данный момент работает двое человек, включая меня. Как давно начали работу? С начала этого учебного года. Вообще идея какая-то была прям сразу сформирована? Или вы там как-то тестили разные варианты? Изначально к нам в Кванториум пришла парализованная девушка. И единственное, что она могла делать, это глазами как-то двигать, кивать. Но это всё, что она могла. Не членоразборно говорить, не как-то руками. Не членоразденно, да. Вот, и к нам постепенно подкралась как раз идея с карточками, то есть чтобы человек мог глазами выбирать определенную карту, которая содержит там слово, ещё что-то, и таким образом общаться. То есть по факту, получается, есть карточки. Давайте сейчас вот Денис прям вот совсем на пальцах попробуем это объяснить, потому что, конечно, идея непростая. Вот это устройство, это что? Давайте покажем, продемонстрируем. Это устройство позволяет, то есть это устройство крепится на монитор и позволяет улавливать взгляд человека на экран. Да. То есть получается, человек смотрит в точку на экране и в этой точке двигает, то есть в этом находится курсор. То есть вот посерединке мы сейчас видим, это камера, да, по факту получается? Да, это камера, которая принимает отражённый свет от инфракрасных излучателей из глаз человека. Таким образом контролируется точка, откуда смотрит человек на экране. Ага. И таким образом человек может как мышка двигать курсор по экрану. Так. Фактически, то есть осуществлять такое движение и выбирать что-то, да? Да, 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 выбирать что-то. И как раз идея в том, чтобы дать возможность образными карточками формировать мысли. Ага. Например, хочу, там бежать, там смотреть, там фрукты, ну то есть еда, вот по категориям, ребята сформировали систему, по категориям, по которым человек может выбирать какие-то свои фразы. Лев, сколько у вас там категорий набралось сейчас в настоящий момент? Пока что имеется пять категорий. Действия, местоимения, еда, предметы и предлоги различные. И вот по факту соединяя… Да, и соединяя карты из различных категорий, он может формировать предложения, мысли, которые может даже сохранять, вот, чтобы быстро к ним вернуться. Вот так вот. А расширять можно вот это количество? Да, конечно. То есть, чтобы уже человек мог полноценно как-то коммуницировать. У нас есть возможность добавлять новые категории, новые карты, вот, то есть по мере необходимости мы будем вносить определенные обновления в систему. Угу. Денис, ну проект, конечно, классный. Я видела подобные проекты, которые пытаются разрабатывать очень серьезные компании по всему миру. А тут ребята, совсем юные, работают над этим проектом. Этот проект конкурентен? Давайте так. Мы, конечно же, изучали рынок, прежде чем прийти к этому решению. Себестоимость тех проектов, которые предлагают, они в России у нас практически не представлены. Если представлены, то были очень-очень давно и не продвигаются. Из того, что есть из импортных вариантов, они стоят больше 200-300 тысяч. Ох, ничего себе. Там комплект, предполагается планшет, в котором уже установлена эта система, и человек вынужден покупать за такие деньги огромные для того, чтобы хоть как-то общаться. Наш вот этот трекер-глаз, он стоит порядка 30 тысяч всего лишь. Вот это разница. Да, представьте себе. И подключается к обычному компьютеру. И подключается к абсолютно любому компьютеру, у которого есть разъем, ну сегодня современный, это USB. Все, в принципе, наша программа может работать на любом платформе Windows, то есть Windows-системе, устанавливается, запускается, настраивается на глаза, калибруется и, в принципе, все. То есть это очень универсальная вещь? Очень универсальная, очень универсальная вещь? К любому компьютеру, то есть. А из чего вообще сделали? Это сами делали полностью? Нет, нет, это готовый уже продукт. Это уже готовая, да? Это готовый продукт, он на рынке присутствует. Он нацелен в большей степени для игровых и другой индустрии. А, то есть он иначе использовался, правильно я понимаю? Да, по идее. Оригинальная задумка этого устройства иная. А кто вообще вышел на эту историю использовать вот такую вот штуку, которая используется для игроков, для игр компьютерных? Мы искали средства, которые могут отслеживать взгляд, и самым оптимальным был вот этот. То есть он выполнял те задачи, которые нам было нужно, а для чего его придумывали, это уже, в принципе, не наша, так сказать, обязанность. Да, вы взяли и переначали его. Опыт уже такой есть, насколько я понимаю, переделывание каких-то вещей. У нас есть опыт, мы используем, выходим из трудных ситуаций. Это очень здорово. Слушайте, вот именно поэтому, я так понимаю, такой короткий срок реализации, да, что так быстро уже удалось всю эту систему создать. Система находится на этапе тестирования и визуальной подгонки, то есть он пока не полностью готов. То есть вы еще будете его дорабатывать? Да, дорабатывать мы его будем. А сколько по времени еще? Примерно хотя бы? У нас следующий год проектная деятельность как раз направлена на то, чтобы уже подвести под коробочный вариант, чтобы можно было предлагать уже к использованию. Ну и в том числе пройти такое тестирование на тех, кто готов его применять уже. Есть уже понимание, есть такие люди? Да, да, нам уже давно говорят, давайте, давайте, мы готовы с вами поработать. Прям вот эта девушка, которая приходила, они прям распространили всю эту информацию среди своих подобных случаев. Да, и они не только городские, но и они живут, общаются, то есть с различными городами между собой. И я думаю, что не будет проблем в том, чтобы как-то реализовать, либо каким-то образом протестировать это оборудование. Ну жизнь проекта, я так понимаю, будет зависеть от того, насколько заинтересуется кто-то, да, вообще будет ли интерес к тому, чтобы тиражировать такой продукт? Ну да, это будет зависеть, конечно же, от парализованных людей, но… То есть будут ли они покупать, да, во-первых, а потом, мало ли, может быть, и инвесторы тоже понадобятся для проекта. Ну потребителей их может быть два, это частные случаи, когда человек покупает для себя, либо государственные гарантии, которые обеспечивают наше государство, закупая продукцию. Для нас было бы интересно любой из этих вариантов, безусловно. Учитывая себестоимость, да, мы будем, в принципе, реализовывать только лишь программную часть, и все. — Слушайте, ну я, конечно, в восторге в полнейшем, я понимаю, насколько это упростит жизнь вот таким людям. Лев, ну я желаю вам и дальше заниматься такими социально значимыми, важными проектами, которые действительно могут улучшать жизнь людей, при этом вы еще и тренируетесь так прекрасно, что будет дальше, даже представить не могу. Вам спасибо большое за интересную беседу и удачи вашему проекту. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — До свидания. — Я напоминаю, что сегодня на студию был Денис Хрущев, руководитель мобильного технопарка Кванториум 28 и воспитанник Кванториума Лев Корсаков. Смотрели программу в центре внимания. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова